В третьем завершающем уроке мы обсудим с вами тему продвижения канала. Продвижение может быть как платным, так и бесплатным. Давайте сначала обсудим бесплатные варианты. Самый лучший вариант бесплатного продвижения — это, конечно, контент для репостов. Это значит, что вы создаете посты, которые очень интересно обсуждать, которым интересно делиться, и все те люди, которые получат в репостах ваш контент, будь это личные сообщения, будь это чаты, они, скорее всего, подпишутся, в том числе, и на ваш канал. Когда вы работаете над своим каналом, обязательно нужно подглядывать за тем, что делают другие блогеры, особенно блогеры вашей ниши или вашей тематики, ну или хотя бы те блогеры, кто работает с вашей целевой аудиторией. Почему? Потому что вы всегда можете, например, предложить им взаимный пиар — это тоже бесплатный метод продвижения. Если ваши каналы выглядят очень похоже, у них есть очень похожая активность, очень похожее количество подписчиков, то это идеальный вариант для того, чтобы оба канала получили новую аудиторию. Если ваш социальный капитал диверсифицирован, как я говорила ранее, то обязательно ставьте ссылки или приглашайте ваших пользователей из других социальных сетей в Телеграм. Это тоже работает. Самое важное, что нужно сделать — это объяснить, почему нужно быть подписанным еще и на ваш Телеграм-канал. Это значит, что там должен быть какой-то другой эксклюзивный контент. Например, контент, который раскрывает какую-то одну тему. Или контент, который вы публикуете реже, чем, предположим, в Инстаграме, но он более специализированный, более сжатый, более информативный. Например, если у вас в Инстаграме очень активный лайфстайл-блог, и вы периодически рассказываете в том числе о продуктах компании, то, предположим, какие-то отдельные темы или отдельные продукты, или то, что является для вас какой-то специализацией, стоит рассказывать отдельно в своем Телеграм-канале. В нем вы можете выкладывать чек-листы, гайды, напоминалки или какие-то шпаргалки даже для своих покупателей или пользователей, которые очень помогут им, например, в выборе нужного бада, например, в выборе нужного вкуса протеинового коктейля. Все это может быть отдельно отделено от вашего лайфстайл-блога в Инстаграме, потому что это уже более такой специализированный контент, и он, возможно, интересен не всем вашим пользователям, предположим, в Инстаграме. Одна из основных ошибок, на самом деле, когда новички создают канал в Телеграме, они начинают приглашать своих друзей или вообще какие-то контакты из Телеграма в свой канал. Почему не стоит этого делать? Потому что, во-первых, есть ограничения, можно добавить всего 200 пользователей, по крайней мере, это информация на начало октября. Как вы знаете, Телеграм всегда постоянно, вернее, добавляет какие-то новые фишки, новый функционал, и он все время меняется, но какая основная опасность этого способа набора первых подписчиков, если действительно каким-то пользователям или вашим друзьям, или кому-то не понравится, что их добавили вообще без ведома, например, в канал, они могут нажать кнопку, что это спам, и ваш канал могут заблокировать, и могут заблокировать вам вообще возможность издавать каналы на какое-то неопределенное количество времени. Поэтому, если вы добавляете своих первых подписчиков, нужно обязательно спрашивать их разрешение, готовы ли они вообще вступить. А лучше просто сделать рассылку, сообщение о том, что «Привет, у меня новый канал, вот ссылка», и если пользователь заинтересуется, там, ваш друг или родственник, то он сам добавится, и никаких санкций от Телеграма у вас не будет в случае его, например, несогласия на это действие. Второй способ продвижения Телеграм-каналов — это, конечно, платный, и здесь есть тоже два варианта продвижения. Первый — это запуск таргета в других социальных сетях на ваш Телеграм-канал. Но это более такая сложная тема, плюс сейчас, к сожалению, есть определенные ограничения с таргетом, есть определенные трудности и сложности с таргетом ВКонтакте, поэтому я рекомендую вам все-таки попробовать второй вариант платного продвижения — это закупка, закуп, вернее, рекламы у блогеров. Когда мы обсуждали с вами тему создания концепции Телеграм-канала, я говорила вам о том, что очень важно понимать, кто ваша целевая аудитория. Лучше, если это будет 2-3 группы целевой аудитории, где есть одна основная группа целевой аудитории и одна-две вспомогательная. Когда у вас есть понимание, кто же ваша целевая аудитория, вы можете сразу проанализировать, где они обитают условно, в каких каналах, каких блогеров они смотрят, какие темы им интересны. И все это, проанализировав, вернее, всю эту информацию, вы можете составить уже какой-то список тем и список Телеграм-каналов, которые могут быть интересны для рекламы. Итак, вы составили список из 10 или 20 Телеграм-каналов, в которых, скорее всего, есть ваша аудитория. Отлично. Теперь нужно обязательно посмотреть на эти Телеграм-каналы подробнее. В первую очередь, насколько они активны, точно ли их ведут. Довольно большое количество каналов Телеграм на самом деле заброшены, поэтому всегда обращайте внимание, когда был последний пост и в целом, как часто выкладывается контент. Также активность в Телеграм-канале мы смотрим по количеству просмотров на несколько последних постов. Например, если вы видите, что в канале 2000 подписчиков, но последние 4 поста посмотрели всего 58, 59, 100 человек, это значит, что Телеграм был либо очень большое время мертвым, например, его забрасывали на какое-то время, либо он накрученный. Значит, не стоит брать в этом канале рекламу. Кроме того, активность также мы смотрим с помощью индекса ER. Вы можете посмотреть этот индекс, например, на биржах Телеграм-каналов или в каталогах Телеграм-каналов. Основные каталоги Телеграм-каналов — это Телеметр, Телегаин или ТГ-стат. Вот эти три ресурса самые главные, и в целом, если вы пользуетесь этими тремя ресурсами, то другие вам, по сути, не нужны. Покупать рекламу в каналах в целом вы можете ручным способом, то есть в целом написав владельцу или администратору канала. Обычно контактные данные есть в описании канала, либо воспользоваться биржей и сделать все автоматически. Но биржа, конечно, это удобно, то есть вы просто, например, закидываете на баланс какое-то количество денег, выбираете определенные каналы и сразу же отправляете свой готовый пост туда, и уже администраторы Телеграм-каналов выкладывают в нужное время этот пост. Да, это удобно, это быстро, но все биржи берут определенный процент, определенную комиссию. Если у вас задача все-таки оптимизировать маркетинговый бюджет, то не стоит этого делать, можно сделать все ручным способом, то есть просто написав администратору лично. Итак, какую информацию нам нужно уточнять у администратора? Первое — сколько в часах пост будет находиться в топе в этом канале и в целом в ленте. Если мы говорим, например, о каких-то больших пабликах, в целом пабликах-каналах, то основное время, самое распространенное, это, например, один час в топе, 24 часа в ленте. Если мы говорим о каких-то авторских каналах, которые ведут блогеры, которые строят свой личный бренд, то, конечно же, здесь в основном нет таких цифр, что в топе, например, пост всего час. Обычно это больше времени в часах, например, там о 12, и в целом пост администраторам или блогерам довольно редко удаляется. Стоимость размещения. Стоимость — это вообще такая отдельная тема. Здесь тоже нет какого-то правила, как и в Инстаграме, например. Блогер просто сам определяет, какую цену он готов поставить. Ну а если мы говорим, опять же, о пабликах, то есть, когда нет какой-то личности, человека, который вещает в этом канале, то цена, конечно же, будет меньше. Но в безликих пабликах и группах аудитория не такая включенная, не такая активная, поэтому и отдача от этой рекламы будет меньше. Но если мы говорим о блогере, который строит свой личный бренд, который собирает аудиторию по крупицам, условно, и выстраивает с ней доверительные отношения, лояльность своей аудитории, то цена будет, соответственно, больше. Если мы говорим о размещении в пабликах, то администраторы канала в первую очередь просят уже готовый рекламный пост. То есть вам нужно написать 2-3 варианта рекламной подачи для своего канала, чтобы отправить их для публикации администратору. Если мы говорим про работу с блогерами, которые выстраивают свой личный бренд, то здесь есть тоже несколько вариантов. Самый идеальный вариант, если блогер сам пишет рекламный пост. Это значит, что он сделает это максимально нативно и в стиле своего канала. И в целом, если блогер сам пишет пост, то довольно часто эта реклама самая эффективная. Но чтобы он написал свой рекламный пост, вам все равно нужно подготовить определенную информацию. Это может быть несколько тезисов о вашем канале и о вас. Почему стоит подписаться? Что там интересного вообще? Кроме того, вам стоит выделить, например, 2-3-4 поста, самые интересные, самые актуальные для вашей целевой аудитории, чтобы, предположим, там было что-то такое интригующее или полезное, чтобы сразу захотелось кликнуть и прочитать, о чем же вообще этот пост. Ну и да, все равно даже некоторые блогеры не пишут сами посты, поэтому все равно вам обязательно нужно будет иметь 2-3 варианта готового рекламного поста. Здесь я рекомендую вам тестировать, пытаться пробовать очень разные варианты подачи. То есть очень разные варианты и тезисов, очень разные варианты и каких-то интересных постов, которые вы выделяете в своем канале, разные варианты текстов. Потому что так, когда вы вообще пробуете размещать разные тексты, разные тезисы давать, в том числе администраторам или блогерам для написания поста, так вы можете отследить, какой же вариант, какая подача, какой текст будет самым эффективным и использовать его в дальнейшем. Когда вы рекламируете свой канал, конечно же, стоит использовать специальную ссылку invite для телеграм-канала. Так вы можете увидеть, какое количество подписчиков в целом перешло по этой ссылке и осталось с вами. Это тоже можно делать в управлении канала, где настраивается либо это публичный канал, либо приватный. Там вы можете сделать отдельную ссылку даже на публичный канал, который будет считать количество подписчиков. И, конечно, если вы покупаете рекламу, просить статистику канала не зазорно. То есть обязательно просите скриншоты или лучше видео статистики, потому что видео очень сложно или почти невозможно подделать. Так вы увидите, какое количество там активных пользователей. В самом конце статистики вы увидите, насколько актуальный контент пишет блогер, как часто его, например, репостят и упоминают. Все это такие определенные триггеры, которые сразу же иллюстрируют, насколько актуален и популярен на самом деле у своей аудитории блогер или паблик. В Телеграме, как и в других социальных сетях, принято сразу оплачивать пост. Когда вы оплачиваете, вы сразу резервируете удобную вам дату и время. Если мы говорим о времени размещения рекламы. Например, по моему опыту, выходные не лучшее время для того, чтобы в целом размещать рекламу. Потому что выходные, особенно если это какая-то хорошая погода или это вообще летнее время, люди меньше сидят в телефоне и, скорее всего, меньшее количество людей увидят вашу рекламу. А в пятницу то же самое. Лучшее время для рекламы это с понедельника по четверг в течение всех дней, потому что довольно часто в эти дни люди работают и сидят в телефоне, сидят в офисе, могут скролить ленту или чаты в Телеграме. Если мы говорим, например, в каких-то особенных случаях про пятницу, то пятница до обеда это тоже довольно-таки рабочее и активное время. Но на самом деле время активности ваших подписчиков вы всегда можете посмотреть статистики своего канала. Используйте этот инструмент, и тогда вы, в том числе экспериментируя, тестируя разные варианты, увидите, в какое время лучше всего размещать рекламу. Если вы рассматриваете покупку рекламы, например, в схожем канале, не забывайте, что вы всегда можете предложить взаимопиар. Обычно блогеры тоже заинтересованы в этом, потому что сейчас стоимость рекламы в Телеграме увеличивается, потому что аудитория Телеграма увеличивается. И в целом брендом, в том числе самым разным, Телеграм вдруг резко за последний год стал намного-намного интереснее, чем ранее. Поэтому блогеры тоже заинтересованы в том, чтобы расширять свою аудиторию. Обязательно предлагайте ВП как можно чаще. Вот мы с вами и обсудили основные варианты продвижения, и напоследок мне хочется дать вам совет. Выигрывает тот, кто создает качественный контент постоянно и стабильно. Это значит, что когда вы думаете о том, запускать ли свой Телеграм-канал или не запускать, конечно, запускать, но стоит просто выбрать тот формат, ту тональность, то количество постов, которое будет вам максимально комфортным. То есть это значит, что вы точно не забросите свой канал, потому что, к сожалению, это довольно частая проблема. Эксперты или блогеры начинают, они понимают, что это сложно, что на это нужно большое количество времени, плюс они сами себе создали какие-то рамки в плане стиля общения, в плане количества постов, которые они могут сами соблюсти. Поэтому приходится выжимать из себя результат. Не стоит этого делать, ведите свои каналы с удовольствием. И ведь самое главное, что ваш канал и вообще в любой ваш профиль в социальной сети – это продолжение вас. То есть нужно делать то, что вам комфортно, и то, как вам комфортно. Спасибо.